На днях в соборе Святой Софии, который теперь переделан под мечеть, члены запрещенного в России террористического движения Талибан вывесили свой флаг, начали скандировать Аллаху Акбар и так далее. Это все попало на видеокамеры, это попало на ютуб, но сами турки не видят в этом ничего ужасного. В принципе, это именно то, чего добивается Эрдоган уже многие годы, исламизации страны. У нас в России есть не очень здоровая тенденция постоянно приписывать Эрдогану то, чем он собственно не является. То его пытались выставить таким дураком, который не понимает, что он делает. То его пытались выставить таким циничным политиком, который просто использует исламскую риторику для своих целей, для предвыборных целей. На самом деле это не так. Эрдоган довольно умный человек и он реальный исламист. Он реально хочет создать в Турции новый халифат, которым была в определенный период времени Османской империи. Он реально хочет, чтобы в стране было вычищено под ноль наследие от Аттюрка. Он реально не хочет, чтобы Турция шла на запад. Он хочет, чтобы это была новая исламская империя, которая рано или поздно будет главенствовать над всем регионам. И над Ближним, и над Средним Востоком, и над Африкой. И он делает на этом пути очень многое. Надо отдать ему должное. Активность Эрдогана приносит свои плоды. В декабре он вмешался в Ливию. Что сегодня? Там обрушен фронт Хафтар. А турецко-ревийские войска готовятся штурмовать Сирд, хотя эта подготовка, прямо скажем, затянулась. Он работает по направлению Черной Африки, куда вообще многие пытались инисоваться. Это была вот такая зона, где кое-как действовала Америка, какие-то интересы имел Китай. А теперь внезапно там появилась Турция. Она расширяет территорию, где действуют турецкие посольства, консульства. Она гонит туда инвестиции. И главное, она всегда получает что-то взамен. Турки это не та страна и не та нация, которая могут предоставлять безвозмездную помощь, которой, к сожалению, так славится Россия. А до этого славился Советский Союз, когда мы можем дать кредит, а потом его списать. И для нас достаточно того, что нас похвалят. Скажут, что мы там старший брат и так далее. Турки такое никогда не приемлют. Они всегда заберут свое. Они всегда возьмут то, что хотят. Они получат либо полезные ископаемые, они получат своих людей в ключевых спецслужбах, как это сегодня делается в Ливии. Они получат под свой контроль аэропорты, порты, военные базы. Это всегда будет окупаться. Что же касается того, что происходит в самой Турции, внутри ее, то в последние дни, опять же, был опубликован интересный опрос, по которому стало понятно, что электоральный рейтинг Эрдогана не изменился после того, как Собор Святой Софии был обращен снова в мечеть. И это вполне разумно, потому что те люди, которые хотели этого, это нео-османисты в крупных городах, это консервативная провинция, они так довольны, потому что они всегда были довольны тем, что делал Эрдоган, и для них нет другой альтернативы на данном направлении. Потому что есть либералы местные, есть местные левые, есть крайние националисты, и их Эрдоган всегда устраивал. Что же касается тех людей, которым оппонировали, опять же, кемалисты прежде всего, то для них все это тоже, опять же, понятно. Они ничего в данном случае не приобрели и не потеряли. Это лишний раз их убедило в том, что с Эрдоганом не по пути и так далее, но, опять же, они все равно за него не планировали голосовать и никогда не будут. Зато Эрдоган реально поссорился со значительной частью западного мира. Поссорился именно пока на культурном поле, потому что все убедились, что Турция остается исламской страной, она остается страной, которая будет декларировать именно исламские ценности, которая будет продвигать исламизацию, спонсировать этот процесс, как это делалось раньше на Балканах, а потом на Кавказе, на Поволжье и так далее. Это процесс, который идет, который нельзя остановить какими-то экономическими или культурными методами. Это то, что является базисом Турции. Кстати, был ее базисом и до Эрдогана. Будто бы до Эрдогана Турция не проводила политику исламизации и тюркизации в Средней Азии. Все это происходит, все это никуда не денется. Что же касается того, к чему все это приведет, ну опять же, да, Эрдоган ссорится с теми или иными странами, но тем не менее, его влияние по-прежнему велико. В частности, на днях прошли очень крупные военно-мородские учения, где принимали участие и турецкие корабли, и испанские. Но в целом тренд очевиден. Турция все больше заявляет о себе как о совершенно независимом игроке. Да, оставаясь одним из ключевых членов НАТО, она выполняет определенные обязательства, но рано или поздно, скорее всего, Турция перерастет этот альянс и будет создавать уже свои альянсы вокруг себя. Но пока нам интересно то, что происходит в Ливии, а там пока затишье. Как я уже сказал, подготовка к штурму Сирта затянулась, затянулась очень надолго. Туда гонят подкрепления с обеих сторон, прилетают российские самолеты, в частности, на днях 5 самолетов по Джуфру и Сирт. Было направлено это крупные грузовые самолеты с военной техникой, солдатами, чувакашниками и так далее. Все это указывает на то, что развязка пока еще не в ближней перспективе. Сколько это еще займет, вот это топтание вокруг Сирта, это может занять месяц, два месяца, полгода. Но это совершенно явно произойдет не в ближайшие дни и в не ближайшие недели.